Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. И о проводимых противопаводковых мероприятиях в стране расскажет наш уважаемый гость, министр под чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин. Юрий Викторович, добро пожаловать. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, спасибо. Очень коротко хотел проинформировать о состоянии паводка и ситуации на территории Республики Казахстан. В целом, на сегодняшний день обстановка у нас стабильная. Если говорить о состоянии снежного покрова, то на территории Казахстана наблюдается пока остаточное явление снежных заносов, которые у нас спровоцировала непогода в конце февраля и начале марта, где-то порядка на 10% общей территории Казахстана. Это в основном территория Акмолинской, Североказахстанской, частично Кустанайской области, но и предгорные и горные районы непосредственно Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. В целом, за работу, которая была подготовительной проведена, начиная с февраля месяца, были проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, в том числе заседания правительства по данному опросу, где было поручено конкретно мероприятие по подготовительным работам к предстоящему паводковому периоду. Заблаговременная работа, в принципе, позволяет говорить, что на сегодняшний день, в основном риски, которые у нас существовали, подтопления населенных пунктов, они минимизированы. Реализация дорожной карты, которая у нас была реализована в течение прошедших трех лет, она продолжается. Я думаю, что в ближайшие три года большинство населенных пунктов, которые у нас осталось, это всего порядка меньше 217, они будут полностью сняты угрозой рисков подтопления. На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что с начала весеннего паводкового периода, который у нас пришел на территорию 1-й Восточно-Казахстанской области в конце марта месяца, у нас было подтоплено, зафиксировано на сегодняшний день 46 жилых домостроений. Это туда, куда зашла вода, но на данное время все работы проведены, откачаны, и население возвращается в свои дома проживания. Это по регионам Акмолинская область 5, Восточно-Казахстанская 1, Кустанайская 39 и город Нур-Султан 1. Произошло 67 переливов через дороги различного значения, в основном это дороги областного и районного значения. Сейчас, с учетом создавшейся обстановки прежде всего на территории Восточно-Казахстанской области, где я совершал рабочую поездку в конце марта, было принято решение по передислокации войсковой части Скарагандинского гарнизона, полгражданской обороны которой сейчас продолжает работу, проводить в населенных пунктах, связанных с вопросами предупреждения паводка ситуации. После нормализации, я думаю, что это в течение недели, войсковая часть будет передислоцирована в места постоянной дислокации. 9 апреля текущего года в селе у нас Новопокровка Бродулинского района, Восточно-Казахстанской области в результате интенсивного снеготаяния прилегающих склонов горной местности у нас произошло активное движение талых вод по населенному пункту непосредственно Новопокровка, где было подтопление двух улиц и 37 дворовых территорий. Своевременно принятыми мерами, в том числе войсковой частью, как я сказал, местными исполнительными органами, не позволили предотвратить распространение в сам населенный пункт. Ну и то, что здесь как раз вы видите, это у нас происходили события 9 апреля в Тулебийском районе Туркестанской области. В водохранилище Аши образовалась трещина в теле дамбы плотины. Объем этой дамбы составлял более 400 тысяч метров кубических. Благодаря своевременно принятым мероприятиям по откачке с помощью насосов, а также открытия дренажной системы, на сегодняшний день процент заполняемости данного водохранилища составляет менее 20%. И та угроза с населенных пунктов, которые находились ниже по течению, это более 4 населенных пунктов с проживанием более 17 тысяч человек, угроза подтопления данных населенных пунктов снята. В настоящее время проводятся мероприятия уже непосредственно правоохранительными органами для принятия решений в отношении должностных лиц, которые проводили капитальный ремонт на данном гидротехническом сооружении 3 года назад. В работы, которые, как я говорил, уже непосредственно у нас по переливам на дорогах, сейчас наблюдается у нас размытие одного участка, это республиканского значения, это Макинская, Су-Тургай, талами водами, которые не справилась дренажная система, сейчас сообщение нарушено. В остальные переливы, которые у нас работают, это в основном по местному значению дорогам и областному значению, сейчас они никакой угрозы жизни и здоровья не представляют. Наиболее сложная ситуация у нас складывалась с 12 по 14 апреля на территории Кустанайской области из разлива реки Тюнтюгур у нас произошло подтопление 39 домов из 65 дворовых территорий в поселке Карамырза. В течение двух дней мы проводили, в том числе с местными исполнительными органами, эвакуацию населения, охрану данного населенного пункта, и сегодня практически в ночь с помощью работ, которые проведены были, в том числе и водооткачивающими устройствами, сейчас проводится возвращение населения в данный населенный пункт. Угрозы для жизни и здоровья на данном участке нет. 14 апреля с учетом активного снеготаяния и поступления большого количества воды в Вячеславское водохранилище, которое является источником водоснабжения города Нор-Султан, у нас наблюдались повышенные сбросы расходом более 400 метров кубических в секунду с Вячеславского водохранилища. Это привело к тому, что была размыта дамба, которая защищает поселок Жебек-Жалы, было потоплено пять дворовых территорий микрорайонов в поселке Жебек-Жалы. Принятым решением вчера работы были проведены совместно с местными исполнительными органами, дополнительно переброшены силы и средства в количестве 100 человек гарнизона Акмолинского и непосредственно с войсковой части с города Караганды. На данное время проводятся работы по укреплению насыпи и, соответственно, подготовке мест проживания, если у нас будет осложнена обстановка. Расходы и приходы у нас довольно-таки пока еще высокие, поэтому ожидаем, что в течение недели, пока идет активная фаза снеготаяния, по погодным условиям до конца недели у нас будут высокие температуры, что спровоцирует активное снеготаяние. Соответственно, мы будем мониторить и работать на данном участке. Ну и непосредственно аэровизуальный облет, который мы провели вместе с заместителем премьер-министра, показал, что на сегодняшний день в окрестностях города Нур-Султан у нас обстановка стабилизировалась, те поселки Караганды, которые были потоплены, часть дворовой территории работы будут продолжены, население сейчас вернулось, и домовладения, которые были отселены временно, поэтому ситуация на сегодняшний день не вызывает опасений. Мы будем мониторить и продолжать наблюдать за ситуацией, принимать экстренные меры. Это по поселку Атбасар, городу Атбасар, где у нас сейчас наблюдается по критическим уровням расхода воды. У нас активно сейчас идет наполнение Сергеевского водохранилища, активно начались сбросы. Ну и непосредственно территория Североказахстанской области. У нас дополнительно это по ряду населенных пунктов, где озера наполняются с учетом притоков, существуют риски переполнения, поэтому дополнительные силы средства в готовности совершить марш и приступить к спасательным работам. В целом группировка Министерства по чрезвычайным ситуациям была переброшена с территорий на помощь. Это Казалардинская область, Павлодарская область, войсковой части города Караганды, Карагандинской области. Поэтому сил и средств пока достаточно. Я думаю, мероприятие, которое проводится и в дальнейшем, позволит нам прежде всего выйти без потерь и жертв среди мирного населения. Ну и, во-вторых, то, что минимизировать риски для подтопления населенных пунктов, то есть это не должно привести к крупным чрезвычайным ситуациям, которые потребуют задействования Государственного резерва по выделению финансирования. Ну и переходя от поводковой ситуации, мне хотелось бы обратить внимание, что сейчас активно начинаются сельскохозяйственные работы и период многие рыболовства и охотники. Мы, к сожалению, не наблюдаем значительное увеличение количества возгорания, особенно в пойме реки Или. И сейчас буквально идет крупный пожар, где привлекаются подразделения, как и лесоохраны, в том числе и наши подразделения, на тушение камышовой растительности. Я попросил бы обратить внимание и сельскохозяйственных производителей, и прежде всего наших граждан, что нужно аккуратно обращаться с огнем, не допускать, соответственно, профилактический пал, что запрещено требованием закона. Для этого есть у нас все механизмы привлечения к ответственности, вплоть до уголовной ответственности, если наступит сильное распространение огня. За прошлый год методом таких рейдовых мероприятий было привлечено к административной ответственности более 680 человек. Эта работа будет продолжена совместно с местными участковыми и подразделениями Министерства внутренних дел. Коротко все. Спасибо. Готов ответить на вопросы. Спасибо, Юрий Викторович. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Гуджан Роман Кулова с Бахки-Изет направила следующий вопрос. Она спрашивает, сколько домов было затоплено с начала сезона паводков в этом году и какая помощь была оказана пострадавшим? Как я уже в своем докладе, спасибо за вопрос. Сказал, что 46 домов было потоплено. Это потопление было на уровне до 10-15 сантиметров внутри домов. Соответственно, везде приняты мероприятия по своевременной откачке. И в зависимости уже после оценки обстановки местным исполнительным органам будет приниматься решение по выплате компенсации пострадавшим жителям. Спасибо за ответ. Также Диас Ирконов с телеканала «Томикен Бизнес» прямо сейчас с нами на видеосвязи и он готов задать свои вопросы. Диас, здравствуйте. Здравствуйте. У меня первый вопрос. Вы рассказывали о количестве паводков в разных регионах Казахстана. Мы лично были в Карауткеле, в других поселках Акмолинской области, даже в самой столице недавно произошел потоп. Как вы можете знать. Скажите, пожалуйста, будут ли разрабатываться новые стандарты в сельских районах для предупреждения паводков? Может быть, какие-то стандарты арыков, ливневок и так далее? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но я думаю, что стандарты никакие дополнительно разрабатывать не должны. Прежде всего, в соответствии с правилами архитектурно-городостроительной застройки. Прежде всего, запрещено строительство жилищ вблизи водоохранных полос, что, естественно, приводит, прежде всего, к рискам подтопления тех домовладений, которые находятся в нарушении санитарных правил. Мы неоднократно говорили и поднимали этот вопрос, но если сейчас принимать экстренные меры по очистке водоохранных зон, то это потребует, соответственно, выкуп у населения большого количества домовладений, перенос большого количества производственных предприятий, что потребует выделения значительных финансовых затрат с республиканского и местного бюджета. Пока, соответственно, такие мероприятия проводиться не планируются. А то, что по реализации дорожной карты, о которой я говорил, это идёт в том числе и мероприятие по углублению русел рек, это идёт вопросы обволования населённых фунтов, они позволяют минимизировать риски, которые существуют. Но если приводить пример, опять же, обволование, которое провели прошлый год в районе населённого пункта Жебек-Жалы, непосредственно пригород города Нур-Султана, то, опять же, сработал человеческий фактор, что кому-то потребовалось срочно проехать на тракторе, он это заграждение, которое было построено, разрушил, и, соответственно, с приходом большой воды эта вода, соответственно, пришла в населённый пункт. Сейчас работа, которую проводят наши сотрудники, как раз и направлена на откачку и, так называемая, ликвидация этих брешей для того, чтобы не было дальнейшего распространения воды на посёлок. Спасибо за ответ. Диас, следующий вопрос. Второй вопрос. Мы тоже недавно ездили в посёлок Роткель, когда были паводки, и департамент по чрезвычайным ситуациям говорил, что все силы брошены, там были 2 километра рукава для водооткачки, потом несколько машин специализированных. Но местные жители говорят, что это всё можно было бы предупредить, и паводков никаких бы не было, если бы местные исполнительные органы выделяли больше денег, потому что на три посёлка выделено в год всего 6 миллионов тенге. Хотя для рабочих, которые берут деньги для откачки, они работают за час, за час работы берут 8 тысяч тенге, что, соответственно, очень высокая сумма, и этих 6 миллионов явно не хватит. Будете ли вы предлагать местным исполнительным органам, чтобы они выделяли больше денег для соответствующих работ? Спасибо за вопрос. Действительно, Караткель у нас не пострадал в результате паводковых явлений. В основном вот эти населённые пункты, которые я назвал, это у нас Караткель и непосредственно населённые пункты в направлении Павлодара, в основном за счёт прихода талой воды и таяния активного снега в населённых пунктах, которые не были своевременно вывезены. И та работа, которая проводится нашими подразделениями, это где-то в том числе латание недоработок, которые не полностью провели местные исполнительные органы. В течение всего периода, мы в том числе и зимнего периода, и весной обращали внимание, что нужно активизировать вопрос по вывозу снега и очистке дворовых территорий самими жителями прежде всего, а уже прилегающих территорий, там, где есть необходимость вывоза снега, это дорожное полотно очистки, это задача местных исполнительных органов. Действительно, проблема выделения финансирования на этот район, она актуальна и стоит, и буквально с разговором с Акимом области мы обращали внимание о том, что необходимо предпринять меры по выделению дополнительного финансирования с областного бюджета на данный населённый пункт, чтобы исправить ситуацию. По итогам анализа всей паводковой ситуации, в том числе, где у нас были проблемные вопросы, будет сделан анализ на имя премьер-министра и дано будет поручение Акиматам в дальнейшем с целью профилактики и предупреждения следующих весенних паводковых периодов, чтобы предусматривать дополнительное выделение финансирования. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Диас, за заданные вопросы. На очереди Жанар Стердалина, Best News KZ. Жанар, добрый день. Микрофон, пожалуйста, включите. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Юрий Викторович. Первый вопрос такой. Какие негативные последствия в МЧС прогнозируют в случае наступления паводков? Потому что снежные покровы достаточно высоки. Вы сейчас и в докладе отметили, что и притоки воды тоже ожидаются солидные, да, и так далее. То есть какие в целом вы видите негативные последствия? Спасибо за вопрос. Но в целом, как я сказал, у нас на территории Казахстана уже менее 10% территории пока еще покрыта снежным покровом. Идет активное снеготаяние. И те участки, которые я обозначил, это риски на сегодняшний день. Это сработка Вячеславского водохранилища. Она может представлять определенную угрозу в случае дальнейшего поступления активной воды и повышенных сбросов для жителей населенных пунктов. Это 42-й разъезд и поселок Жабих-Жалы. Сейчас начинает наполнение, и будем мониторить ситуацию, это на контррегуляторе Астана. На сегодняшний день там уже наполнено более 36 миллионов кубических метров воды. Его емкость позволяет беспрепятственно и без рисков задержать более 400 миллионов. Поэтому эта ситуация на контроле. Ну и в дальнейшем, то, что я сказал, это непосредственно город Адбасар, работы которой сейчас с учетом критического подъема воды, дополнительная работа по укреплению земляной насыпи проведены. Наши подразделения на месте дежурят. Пока осложнений обстановки мы не видим. Ну и будем в опуске воды, которая проходит у нас ниже по течению. Соответственно, это в северный регион, это североказахстанская и Кустанайская область. В течение, как я сказал, ближайших трех дней на территории Казахстана у нас ожидается повышенный температурный фон, что спровоцирует опять активное снеготаяние. Даже в тех лесных массивах, где и в балках еще имеются снежные запасы. Но резкое понижение температуры на следующей неделе, наверное, позволит нам минимизировать риски и поступление воды в водные акватории. Поэтому пока серьезных рисков я для этих регионов не наблюдаю. Хорошо. Спасибо. Позвольте второй вопрос, Юрий Викторович. Нам пресс-служба МЧС предоставляла видео о том, как спасатели буквально стоя по колено в ледяной воде, когда еще вот эти ледяные торосы, ледяные горы на реках, где-то на другой поверхности, они буквально как шахтеры вгрызались в этот лед, без запилой, с топорами, с молотками. Вопрос вот какой. Разве это обязанность МЧС, скажем, убирать лед, пропиливать его и так далее? По-моему, это все-таки забота территорий, владельцев территории, в данном случае Акиматы. То есть можно ли сказать, что Акиматы не выполнили свою работу, и спасателям пришлось, скажем так, делать вот эту все сложную работу, весь сложный процесс? Ну, частично я с вами соглашусь, да, что подготовку водопропускных сооружений, в том числе и под мостами, это ответственность непосредственно тех дорожно-эксплуатационных управлений, которые отвечают за правильность эксплуатации беспрепятственного прохода талых весенних полевых вод. Понятно, мы сделаем, как я сказал, анализ по всем регионам, там, где в том числе и работали наши спасательные подразделения, имелись проблемы у местных исполнительных органов, и направим непосредственно Акимам регионов для принятия соответствующих мер. Понятно, что наши подразделения не должны быть такими, как говорится, палочками-выручалочками, которые должны в кризисных ситуациях работать за кого-то, распиливая, очищая рычную сеть, когда в это время должны непосредственно требовать местные исполнительные органы с тех подрядных организаций, которые получают за это, в том числе и по конкурсам выигранные денежные средства. Поэтому анализ мы проведем и направим в соответствующие инстанции. Хорошо, спасибо большое. Успехов. Спасибо. Бобби Конноров с Законки-Зет направил свои два вопроса. В каких регионах необходимо проводить больше всего работы по противопаводковым мероприятиям, и что нужно, чтобы делать это максимально оперативно? Ну, я думаю, та работа, которая проводится в рамках реализации дорожной карты, уже показывает, что на территории, допустим, Карагандинской области, где положительно очень много проведено дополнительных работ по обвалованию населенных пунктов, спрямлению русел, реку, углублению, в принципе, мы этот год практически без всяких напряжений и дополнительного привлечения сил и средств провели по аватковый период, можно так сказать, на территории Карагандинской области, он практически закончился. Есть ряд регионов, где требуется дополнительное выделение финансовых средств, и они в том числе предусмотрены в дорожной карте, которые в случае их финансирования позволят сказать, что эти мероприятия, заблаговременно проведенные, позволяют беспрепятственно проводить противопаводковые мероприятия. Но они, конечно, требуют больших финансовых средств, и для многих, может быть, эти вопросы действительно актуальны, что и депутаты задавали вчера вопросы, что по дорожной карте предусматриваются большие очень суммы, которые пугают. Еще раз скажу, что финансирование – это не Министерство по чрезвычайным ситуациям, это будет финансировано местных исполнительных органов, как за счет средств республиканского и местного бюджета. Но, опять же, это при условии, что будет достаточно средств для финансирования этих мероприятий в бюджетах. Вы сами видите, что противоэпидемические мероприятия, во многом сейчас, которые проводятся, благодаря которым проводятся в стране, в том числе иммунизация, отвлекают значительные финансовые ресурсы на проведение данных мероприятий. Юрий Викторович, а как рассчитывают сумму, которую выделяют для противопаводковых мероприятий? То есть будет ли она ежегодно уменьшаться с учетом закупа новой техники в рамках утвержденной дорожной карты в правительстве? Ну, то, что реализация дорожной карты, она определяется после проведения разработки проектно-сметной документации, прохождения экспертизы. Эта сумма, соответственно, там закладывается. Что касается резервов, то в каждом регионе, в каждом областном и республиканском бюджете, в зависимости от возможности каждого региона, закладывается финансирование, так называемые, на чрезвычайные резервы неотложные затраты. Это не говорит о том, что все эти резервы, которые имеются, каждый год тратятся только на вопросы предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации. Пока мы, я говорю, ни с местного, ни с республиканского бюджета, ни одной тенге не потратили на вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций. Благодарю за ответ. С первого канала Евразия Юлия Волкова прямо сейчас с нами на видеосвязи. Она готова задать свои вопросы. Юлия, добрый день. Здравствуйте. У меня сразу несколько вопросов. Первый касается жителей Кустаная, жителей улицы Тургенева в Кустаная и жителей района Акжар в Актубе. Их в этом году в районе Акжар в Актубе затопило дорогу. Дорога развалилась в Кустанай. Ну, там тоже получается похожая ситуация. Что в Актубе, что в Кустанай люди винят подрядчиков. Они говорят, что там сделали неправильно дорогу, и поэтому все размыло. Проводилась ли какая-то работа? То есть выясняли ли, что все-таки повлекло ежегодные порывы в этих районах? Это все-таки погодные условия или это подрядчики? Мы не проводим... Спасибо за вопрос. Мы не проводим непосредственно расследование по правильности строительного дорожного полотна. Действительно, это место имели факты быть, когда приходилось разрывать дорогу относительно с новым асфальтом для беспрепятственного попуска воды. Это говорит о том, что недостаточно было изучено, наверное, проектной организацией, которая занималась проектированием строительства дорожного полотна, накоплением многолетней фактора, которая является накоплением воды и, соответственно, беспрепятственным попуском ее через дорожное полотно. Соответственно, по всем этим ситуациям проинформирована Акимат, и он будет принимать уже решение к проектной организации и к организации, которая была подрядчиком на данных участках. Вот еще на предыдущем брифинге озвучилась такая цифра, что 171 населенный пункт в Казахстане, он под угрозой паводков. Изменилась ли эта цифра в связи с погодными изменениями? Если изменилась, то озвучьте ее, пожалуйста. Может быть, больше сел сейчас под угрозой? Спасибо за вопрос. Но то, что было озвучено в предыдущем брифинге моим подчиненными, действительно, эта цифра шла с учетом снегозапасов. На сегодняшний день эта цифра в разы меньше. Ее составляет угрозу, которую представляет населенным пунктам не более 25 населенных пунктов, которые размещаются на территории Акмолинской, Североказахстанской и Кустанайской областей. Но, еще раз говорю, это не говорит о том, что эти населенные пункты именно будут подвержены именно подтоплению. Существуют риски, принимаются определенные меры по отводу воды, в том числе с полей, где активно идет снеготаяние, накопление воды, для того, чтобы обезопасить данные населенные пункты. Мы еще делали материал о Гаухар-Калиевой, которая живет в Нур-Султане по улице Ахмедбекова, 15. Она утверждает, что ее несколько лет уже топит, говорит, что обращалась и к властям, и в МЧС, и все равно их домик затапливает. Были ли приняты какие-то меры для того, чтобы помочь этой женщине? Может быть, какие-то насыпи были сделаны? Я не готов сейчас ответить по конкретному адресу. Мы давайте запишем этот адрес, направим туда специалистов, для того, чтобы не обследовали и приняли соответствующее решение. Потом мы вас проинформируем. Ахмедбекова, 15, Нур-Султан. Хорошо, принимаю. И последний вопрос по ситуации в Нуринском районе, в поселке Тасуат, где у нас главу крестьянского хозяйства унесло, до сих пор человека ищут. Какая там работа проводится, чтобы снизить эту поводкоопасную ситуацию? Ну, прежде всего, работы проводятся по поиску данного гражданина. Значит, была на следующий день обнаружена его автомашина в воде от берега где-то порядка 10 метров. Она была вытащена нашими подразделениями. Его там не оказалось. Поисковые работы проводятся вниз по течению, привлечением и наших специалистов, и волонтеров, и родственников. Была найдена одежда верхняя его непосредственно уже в самой реке. Поэтому работы продолжаются путем тролления кошками дна, проведения работ с эхолотом и погружения водолазов. Работы с учетом опасности, в том числе и высокого течения, и мутности воды пока будут продолжаться. Спасибо за ответ. Если какая-то у вас в МЧС, например, какой-то срок, в течение которого все-таки будут продолжать работу, ну, я не знаю, там, в течение скольких дней вы не будете терять надежду найти этого человека? Ну, к сожалению, надежда, наверное, найти человека живым уже у нас очень маловероятно, но работы, которые будут продолжаться нашими сотрудниками, но я вам скажу, что в течение, допустим, 10-14 дней мы в обязательном порядке проводим поисковые работы в зависимости от ситуации, потом принимаем решение уже на продолжение или окончание работы. Вы помните, у нас ситуация была с рыбаками, которые погибли и в Восточно-Казахстанской области, мы проводили работы практически в течение 20 дней, пока не установился полностью снежный покров, и лёд не затянул до одной акватории. И сейчас по просьбе, в том числе и родственников, мы опять продолжим эти работы. Ну и работы, вот вы как говорите, в основном все причины вот этих гибели людей, это опять же является человеческий фактор, пренебрежение элементарными мерами безопасности, в том числе и проезда автомобильной техники, выезда на лёд или использование каких-то мест пересечения в водной акватории. Пример тот же самый Костанайской области, где у нас на днях перевернулся большегрузный трактор ТК-744, в котором в кабине находилось 4 человека. Один из них сумел выбраться, трое пришлось нашим спасателям доставать троих из воды, соответственно, к сожалению, они погибли. Спасибо большое. Юрий Викторович, хочу поблагодарить вас от имени своих коллег за предоставленную информацию, хочу пожелать успех в вашей нелёгкой службе. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok